Девушки отдыхают Итальянцы и друзья Италии за горами и морями. Слушайте. Телеграфирует маршал Бадолио. 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 Пробил час решающей битвы. Четыре года назад национальная армия перешла в геройское наступление, которое привело ее к победе. Сегодня армия чернорубашечников маршевым шагом движется на Рим, готовясь завоевать победу еще раз, и перед Компидолио вдохновляется былой славой. Армия, защита и оплот народа в борьбе участвовать не должна. После победы в сражении у Виторио Венета фашистская организация снова преклоняется перед армией. Фашизм ничего не имеет против полиции, он выступает против группы трусоватых и несостоятельных политиков, которые за 4 года так и не смогли создать в стране нормальное правительство. Единственная цель фашизма, да будет известно буржуазному классу, дисциплинировать народ и привести все слои общества к экономическому благополучию. Мы будем великодушны к слабым противникам. Остальные пусть не ждут снисхождения. 23 марта 1919 года в Милане создаются фаши-итальяне де комбатимьенто, военные фашистские группировки. В них входят представители интервенционистского движения 1914-1915 годов, бывшие социалисты, синдикалисты, анархисты, ветераны сражений и убежденные футуристы. Возглавляет движение Бенита Муссолини, фигура весьма выдающаяся. Он появился на свет в Паридапио, что в провинции Форли. В 1883 году в бедной семье ремесленника-социалиста. В молодости работает учителем начальных классов, активист социалистической партии. С 1902 по 1904 годы проживает в Швейцарии. Вернувшись на родину, примыкает к левому крылу социалистов. В 1911 году он выступает против колониальной войны в Ливии. В 1912 становится редактором газеты «Аванти». Когда начинается Первая мировая, Муссолини сперва отстаивает нейтралитет Италии. Затем основывает газету «Народ Италии», где высказывается за революционную войну. В 1922 Бенита Муссолини, которому в июле исполнилось 39, опытный расчетливый политик, искусно полемизирующий оратор, обретает большой вес на неустойчивой итальянской политической сцене. На парламентских выборах, состоявшихся 15 мая 1921 года, он привел к власти 25 фашистских депутатов. Со страниц «Народ Италии» он руководит всем и вся, демонстрируя свойственное ловкому политику искусство манипуляции. Весной 1922 начинается тщательно планировавшийся на протяжении всего года подъем фашистского движения. Фашисты закрепляются в десятках районных центров. Начинаются разговоры о походе на Рим. Но фашистские отряды – это необученные дисциплине скопления маргиналов и бывших солдат. Муссолини хочет, чтобы командование этими отрядами взяли на себя военные генералы. Цель – дать Италии сильное правительство, вырвав ее из лап парламентской системы и в то же время обеспечить нейтральную позицию армии. 24 октября в Неаполе открывается самый многочисленный съезд фашистских союзов. 27-го объявлена всеобщая мобилизация фашистской партии. Поступают доклады о захвате префектур и телефонных станций, нападении на военные казармы и конфискации оружия. Из префектур Тосканы, Эмили-Романьи, Умбрии и Абруца поступают сообщения о большом скоплении фашистских отрядов и о том, что в столицу отправляется поезд, битком набитым чернорубашечниками. Король готовит контратаку. На защите Рима 28 400 солдат действующей армии. У фашистов в распоряжении несколько пулеметов, остальное вооружение составляют револьверы, кинжалы, дубины и палки. В фашистских отрядах едва насчитывается 30 тысяч человек. Если армия ответит ударом на удар, поражение фашистов неминуемо. В 9 часов утра у короля появляется представитель премьер-министра с указом о чрезвычайном положении, который королю предлагается подписать. Король неожиданно отказывается подписывать. Объявление о чрезвычайном положении, расклеенной на улицах, приходится срывать. Король пытается поручить Саландре формирование нового правительства. Саландра готов уступить Муссолини Министерство внутренних дел. Это означало бы фактическую легализацию фашистских вооруженных отрядов и их действий. Однако идти на компромиссы с властью Муссолини не намерен. 29 числа, в воскресенье, Саландр от королевского поручения отказывается. Король вызывает в Рим Муссолини для формирования нового правительства. 30 числа, в понедельник, новый глава правительства подает королю составленный им список министров. Фашистский лидер воплощает дух преемственности и намерен возродить старую монархию, наследником которой он себя провозглашает. Продемонстрировав влиятельным слоям государства и церкви, что фашистское движение стоит на защите капитализма и буржуазных ценностей, Муссолини закладывает крепкий фундамент под свое 20-летнее пребывание у власти. И в этот момент Муссолини нужно избавиться от нежелательного присутствия военизированных фашистских отрядов. 31 числа, во вторник, он проводит их внушительным строем перед королем и рассылает по домам. Он стремится придать фашистскому движению во главе с собственной персоной облик силы, нормализующий обстановку в стране. Он работает, не покладая рук. Он образованный и неутомимый чиновник. В его кабинете всегда горит свет, даже если сам Муссолини отсутствует. Муссолини сильно отличается от своих предшественников. Его стиль поведения не имеет ничего общего с их сдержанностью и чопорностью. Он импульсивен, криклив, высказывается без обиняков. Он взращивает образ человека молодого, спортивного и подтянутого. Рано поутру ездит верхом по территории виллы Боргезе. Несмотря на озвученную Муссолини политическую позицию, волна фашистского террора не прекращается. Вечером 17 декабря 1922 года в Турине убито двое фашистов в драке. Политической подоплеки нет. Местный фашистский лидер Брандимарти представляет дело так, будто убийство совершено на политической почве. Горит здание ратуши. Антифашистов преследуют. За ночь убито 22 человека. Тело секретаря антифашистской организации Пьетро Ферреро тащат по улицам, привязав за ногу к грузовику. Фашисты действуют на два фронта. С одной стороны чернорубашечники насаждают террор. С другой создается впечатление, что они наводят в стране порядок. И действительно, государственные службы работают, количество забастовок стремительно падает. Число безработных 400 тысяч в декабре 1922 сократилось до 150 тысяч в декабре 1924. 14 января фашистские отряды, сквадры, преобразуются в добровольную милицию национальной безопасности. У фашистской организации появляется вооруженное крыло. В выборы 6 апреля 1924 года голосовать приходят 63% избирателей, где нагнетают страху и напряжение отряды милиции. Фашисты получают 64,9% голосов. Депутат от социалистической партии из Рувиго Джакомо Матиотти в своей парламентской речи 30 мая 1924 года открыто ставит под сомнение результаты выборов. Он требует, чтобы выборы признали недействительными. Требование ставится на голосование. 285 фашистских голосов против, 162 за, 57 воздержавшихся. Муссолини упрекает своих соратников. Если бы вы не мошенничали, никто бы не осмелился выступать с подобными речами. «Отныне я свято верю, что для благополучия Италии необходимо пристрелить, да-да, пристрелить несколько десятков депутатов и приговорить к пожизненному заключению пару министров». 10 июня в половину пятого вечера депутаты Матиотти на углу улицы поджидает черная «Лянча Лямбда». Его похищают группа фашистских командиров во главе с членом «Сквадро Америга Домини». Организатор похищения Джованни Маринелли, административный секретарь фашистской партии. Убийцы избивают депутата-социалиста до смерти. По номеру «Лянчи» вычисляют Филиппа Филиппелли, редактора ежедневной фашистской газеты «Карьере Итальяну», одолжившего Домини машину. Убийцы-организаторы похищения арестованы. Для Муссолини фашистского движения момент критический. Недовольство достигло небывалых высот. Численность милицейских отрядов сокращается. Тем временем возглавляемые грамши-коммунисты, состоящие в оппозиции к фашизму и другим демократическим силам, завоевывают поддержку населения. 3 января 1925 года наступает поворотный момент. Муссолини идет в контрнаступление, выступая со знаменитой речью, в которой утверждает, что берет на себя политическую, моральную и историческую ответственность за происходящее и обещает полностью прояснить ситуацию в течение ближайших двух суток. Все организации, подпадающие под определение подрывных, расформироваются. Все оппозиционные газеты закрываются. Происходит возврат к террору. Большие усилия тратятся на то, чтобы узаконить авторитарный режим. Парламентская система фактически упраздняется. В 1926-м создается особый трибунал по охране государственной безопасности, состоящий из пяти консулов, состоящих в милиции, под председательством генерала. Параллельно с трибуналом создается и другая организация, направленная на выявление и подавление антифашистских настроений. По сути, тайная полиция, ОВРА. Власть перешла от парламента к правительству, а правительство это Муссолини, который 20 лет будет править страной благодаря полномочиям, переданным ему королем. Фашистское государство положило конец либеральной системе. Закончились свобода слова, свобода печати, свобода собраний. Но похоронив старый порядок, фашизм не смог бы поддерживать свое существование, не смог бы поддерживать свое существование.